Он спокойно работал садовником в Южной Каролине, но когда в Украине началась война, решил приехать, чтобы воевать против России. Парень просто увидел зверства, которые творят оккупационные войска. Герой нашего следующего материала Гидеон Райнхарт. Четыре года нес службу в Национальной гвардии США. Ему 26 лет. Он присоединился к спецназу, где сейчас служит под украинским командованием вместе с двумя другими американцами, британцем, французом и финном. В настоящее время они находятся на юге Николаевской области. Несмотря на то, что он совершенно не говорит на украинском, старается поддерживать хорошие отношения и с жителями села, в котором остановился, и с боевыми товарищами. Что рассказывает о войне сам солдат? Давайте послушаем. Они вкратце научили меня, как им пользоваться. Аккумулятор нужно вставлять прямо сюда. На нем 45 минут. Штык ОТК, который я просто обожаю. Он сексуальный. Красный, с красной рукоятью, с красными ножнами. Ну, я имею в виду, что в нем нет ничего особенного. Я просто думаю, что это крутой нож. Немецкий шлем. Я не очень хотел его, но это был лучший шлем, который у них есть. Меня здесь зовут рок-звезда. Они дали мне прозвище за мои длинные волосы. Вот написано. Когда война началась в 2022 году, в феврале, в новостях мы видели, как мирных жителей бомбили. Мы видели, как россияне насиловали женщин, убивали людей с поднятыми руками. Политика должна уйти в этот момент. Это ужасно. Этого не должно было случиться. Я бы не смог жить спокойно, если бы не приехал. Артиллерия не такая уж страшная. Я имею в виду, когда вы слышите ее ночью, она иногда сотрясает крышу, она вас разбудит. Но через некоторое время вы к этому привыкнете. Моя роль заключается в том, чтобы много двигаться в окопах и перемещаться в районы, которые, как мы думаем, собираются взять россияне. Есть пара миссий, которые мы выполняем, чтобы устроить засаду россиянам. Мы их увидим, проедут мимо, и мы подожжем их. Пару раз они стреляли в нас, мы стреляли в ответ. Я не знаю, убил ли я кого-нибудь здесь. Я стараюсь не думать об этом. Моя семья сначала была очень против того, чтобы я приехал сюда. Затем, когда они узнали, что я твердо настроен, они очень поддержали меня. Они просто сказали, тебе нечего доказывать, возвращайся живым и невредимым. Украинцы, они очень хорошо к нам относятся. Ко всем иностранцам, они рады, что мы здесь. Они очень понимающие. Связь здесь, правда, иногда плохая. Это понятно. Я рад, что мы начали контрнаступление. Я думаю, что нам нужно проявить инициативу. Я думаю, что это лучший вариант сейчас. Армата!